Вес, поднять который обычному человеку не под силу, гигантские трицепсы, атмосфера высокого напряжения. Буквально за одну попытку в жиме лежа эти богатыри могут поднять свыше 250 килограмм. Пауэрлифтинг, спорт, давно популярный и полюбившийся как мужчинам, так и самым хрупким и слабым, но это только на первый взгляд представительницам прекрасной половины человечества. Однако есть не только интерес, но и показатели. Знаковый показатель то, что буквально несколько недель назад в Минске во дворце сборта завершился чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Он проходил в достаточно хорошем помещении в центре города, уровень организации соответствующий. И то, что Беларуси было доверено провести самый крупный старт планеты по этому виду спорта, это само за себя, наверное, говорит. За зрелищной картиной чемпионата наблюдать без переживаний и напряжения невозможно. Остается лишь догадываться, что остается за кадром. Изнуряющие тренировки, строгие диеты, сложные спортивные программы. Однако эти железные люди, пауэрлифтеры, признаются, что просто любят свой образ жизни. Для брещанина Сергея Кузнецова сегодня заветный час пик. Настало время для установления нового рекорда. Сегодня Сергей Кузнецов – рекордсмен Беларуси по жиму лёжа. Вес, который с блеском осилил мужчина – 242,5 килограмма. Тем самым побив рекорд страны в своей весовой категории. На вопрос, как добиться такого успеха, у него своя формула. Никогда не надо рваться, бежать за весами какими-то. Всё должно быть постепенно. То есть, чтобы всё было по нарастающей. Потому что в этом виде спорта травму получить очень легко. В этом виде спорта очень важно, чтобы был тренер. И чтобы он изначально поставил хорошо технику выполнения всех движений. То есть, в троеборье, допустим, в приседаниях, чтобы правильно поставили технику приседа, правильно технику становой тяги, правильно жим лёжа технику поставили. Тогда будет и меньше травм, и человек просто больше будет быстрее прогрессировать. Как и в любых соревнованиях, кому-то из спортсменов вес покорялся сразу, кому-то сложнее. Для одних это хороший старт, доза мотивации и приобретение неоценимого спортивного опыта. Для других – ещё один шаг вперёд к покорению новых, более значимых вершин. Если вы зайдёте в любой зал, абсолютно в любой зал, неважно, это Брест будет, или Минск, или Гомель, вы увидите человека, жмущего штангу, лёжа. Вы увидите, как спортсмен приседает или выполняет классическую становую тягу. Вот это и есть наш спорт. Поэтому он объединяет массу народа, даже люди, которые не выступают, они всё равно выполняют это упражнение. И когда человек пробует, например, выступить на каком-то чемпионате, город, область, республика, это начинает заряжать позитивными эмоциями, и у человека появляется желание поднимать. Потому что то, что он делает в зале, он ещё может показывать на публику и получать от этого удовольствие. В чемпионате приняли участие более 120 тяжелоатлетов со всей Белоруссии. Организаторы отмечают количество участников спортивных встреч. Всегда увеличивается. Это говорит о многом, но в первую очередь о том, что силовое троеборье в Беларуси развивается стремительными темпами. И, возможно, вскоре этот вид спорта присоединится к большой олимпийской семье. Сейчас прилагаются все усилия и международной федерации, и национальными федерациями с тем, чтобы этот вид спорта был признан Международным олимпийским комитетом и вошёл в олимпийскую семью. Проводились олимпиады по этому виду спорта. Шансы очень неплохие, потому что мы выполняем все требования, предъявляемые Международным олимпийским комитетом. Виктория Саченко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.